Субтитры создавал DimaTorzok Как Игнати быстро забывает, что я как к нему в тюрьму, в лагерь несколько раз ездила. Несколько раз. В Канск, в Сиферии, когда был ездил. В Москву, когда он затребовал, чтобы хороших этих найти. Адвоката. Друзья у меня из Москвы звонят приезжать. А знаешь, куда меня привели? С кагабистами разговаривали. Я даже не знала. Они, кагаба, я там что понимаю в этом, в Москве. Они говорили мне вот с этим, может, типа, висел. Я висела. Он все у меня, значит, расспросил. Все, все подряд. Я ему так все рассказала. И вот так. Да-да-да-да-дам. Поддакивает. Да, это, конечно, несправедливо, что его в смертный лагерь отправили по этой статье. Это же на месте, в Барнаволе должны были его держать. Ну и все. И пообещала. Мне столько наобещала. Потом я прихожу с этими друзьями, опять встречаюсь. И спрашиваю, говорю, где я была-то? Почему он настолько подробно меня расспрашивал? Я сказала, что недостойно. Ой, неправильно сделали, что отправили его в смертный лагерь. В смертный лагерь. Там каждый день убивали нас в смертный день. Они говорят, ну да, это представители КГБ. Как КГБ? Так а вы зачем меня с ним? Ну, а иначе как? Потому что они ведут это дело. А с ними вас это для помогут. Вот это здорово. Представляешь? Они ведут дело, ну, говорит, с вами с ними. Ну, что далеко? И сколько раз. И вот один человек. Ну, как бы тебе, какой-то раз. И знает хорошо иначе все. И свидания, чтобы я по телефону. Я говорю, я буду вот так вот там-то, там-то. Он говорит, там встретимся в метро. Вот при выходе. Там метро. Я, говорит, буду в руках держать журнал, газету так. И вы то же самое, что-то в руках держите, чтобы нам, может, совершенно не знакомы. Ну, и я тоже знаю. Я тоже говорю, что у меня сумочка и газету будут так держать. Вот целый, Володя. Да, я слушаю, я слушаю. Свет не загородили. А, свет? Ага. Вот и я тоже самое держала. И часа два, и три где-то стояла. Так никого и не было. А, оказывается, он приходил, там был, посмотрел на меня все и ушел. И он даже не захотел со мной встречаться. Ой, как светло ты, Володя. Ой, как хорошо ты. Ты что, там шторку открыли? А, да ты фонариком. Вот умница, вот умница. Ага. Сейчас я здесь вот закончу. Ой, вот-вот-вот, хорошо. То, что надо. То, что надо. Вот это я сейчас здесь закончу. Ой. Ой, эта рука-то болит. Так надо себе это знать. О-о-о-о-о. Ой, как хорошо ты. Ну, Володя. Ты умная квоточка. У меня такая квоточка. Ой, здесь-то надо было замазать. Во! Тоже неровности какие. Ну, ладно. Теперь уже все. Заберу их. Пусть так будет. Потом. Да как, знаете, что совсем в Потеряевку не хочет ехать. Или же он... Я пока не поняла. Поедет, как обычно, 10 июня. Ага. Это просто он сейчас сказал, что так, да? Сейчас увидит. Ой, ё. Вот, здесь черным-черно, черным-черно. Господи, благослови. Ой, спаси, Христос. Да дай Бог тебе доброго здоровья, душевного спасения. Бог, Господи, помоги. Здесь, видишь, тенеты такие. Да, блестные все. Вот. К празднику. К такому великому празднику. И тело, и душа. И все что-то. Все должно быть чистенько. Они пришли в горницу по устам. Чистую, чистую горницу. А мы с Любовью Николаевной так и решили. Поняли, что он вообще не поедет в Потеряевку. Володя, вот здесь вот так. Вот, 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 вот. Вот так вот здесь. Господи благослови. Ну, здесь надо было само звук. Здесь еще это надо было. Сюда. Слава Росту. Слава Росту. Аллину. Фастор. Ой. Продолжение следует...